Три года обращений, просьб и писем в различные инстанции и вот долгожданный результат. Обновленную памятную доску в честь Михаила Харченко устанавливают на прежнее место. Предыдущая табличка была в непригодном состоянии и оставалась без внимания городских властей. С 2017 года имя, фамилия и слова о подвиге одного из героев Великой Отечественной войны оказались под слоем белой краски. Чувство благодарности, что справедливость восторжествовала. Очень обидно, когда не обращают внимания не только наши власти, а наши поколения, которые ходят, видят. Броненосец Железняков, бронепоезд видят? Видят. А за улицу Харченко, где мемориальная табличка такая, закрашенная, никто не обращает внимания. Спасибо. Местные жители говорят, чтобы добиться восстановления справедливости в отношении командира легендарного бронепоезда Железняков, ушло много времени и сил. Я стала регулярно писать и обращаться в интернет-приемную Овсянникова. В те годы, перед каждым 9 мая практически я это делала. Ответа никакого, естественно, не было, так как, вы видите, тут все закрыто. У меня был порыв, я думала, может быть, это просто и звездка, принесу лестницу и помою. Но, так как это частный дом, я не представляла, как я могу это проделать. И после этого в прошлом году ваше телевидение приезжало, снимало репортаж уже на эту тему. Я думала, что будет какой-то эффект. Реакция от чиновников последовала только на прошлой неделе, говорит Алифтина. Женщина в очередной раз написала обращение в правительство города. Поводом послужил сюжет, также вышедший в эфире нашего телеканала об осквернении могилы неизвестного солдата на сахарной головке. В год 75-летия Великой Победы нужно бережнее относиться к памяти о Великой Отечественной войне, уверены севастопольцы. За эту неделю власти сняли испачканную доску, люди говорят, она была мраморной, и подготовили обновленную, металлическую. Действительно, в процессе долгого нахождения на открытом воздухе, всякие эрозии, было повреждение. Мы взяли тот же самый материал, те же самые элементы, из чего была сделана данная табличка. Его просто привели в соответствие, сделали новое. Ну и, соответственно, смонтировали тоже, как она и была, в той же самой форме. Михаил Федорович Харченко, память о котором пытались скрыть за слоем краски, награжден орденом Красного Знамени за храбрость, самоотверженность и мужество. В 20-е годы он проживал в Севастополе на Лазаревском переулке. Работал на заводе. Сначала инженер руководил строительством кораблей, а после и бронепоезда, командиром которого он стал в годы войны. Михаил Федорович Харченко оставался на мысе Херсонес в числе последних защитников Севастополя. И пал в бою вблизи казематов 35-й батареи. Дарья Юхновская, Юрий Реутин, Севинформбюро.